Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск про новые светодиодные лампы. Не то чтобы они новые, но конструкция их действительно новая, и многие подписчики просили меня как раз по поводу вот этой конструкции, соответственно, сделать обзор. Лампы эти были заказаны мною на алиэкспрессе. Ссылка будет естественно в описании. И в чем новизна этой конструкции? Вот сейчас вы видите крупные планы, и на них как раз ребята видно, что здесь применена конструкция такая, что светодиодные лампы, точнее светодиодные чипы на этой лампе светят на 360 градусов, то есть во все стороны, то есть повторюсь, это максимально напоминает светораспределение от спирали обычной лампочки накаливания. И вот характер этого светораспределения, что свет идет от этой лампы во все абсолютно стороны, а не только по бокам, как при использовании классической модели светодиодной лампы. Навел как раз моих подписчиков на то мысль, что возможно эти лампы можно использовать в линзе, и возможно там будет получен хороший результат при их использовании. Поэтому сегодня мы собственно будем эту лампу ставить в линзу и смотреть по поводу какой же будет результат. Имеет ли смысл установка этих светодиодных ламп в линзы? Сразу хочу сказать ребят, когда я посмотрел отзывы по этим лампам на Алиэкспресс, я увидел несколько фотографий, когда люди ставили подобные лампы в рефлекторную оптику, что значит рефлекторная, значит без линзы, кто еще не понял. Этой фигней, ребят, сразу скажу, не занимайтесь, если кто-то додумался такого, бросьте эту затею, ни в коем случае не ставьте данные лампы в рефлекторную оптику, потому что вы получите ужасный результат. Я вам его продемонстрирую. Но тем не менее, такие одаренные люди, к сожалению, были, судя по комментариям на Алиэкспрессе. Повторюсь, поэтому, ребят, ни в коем случае никаких рефлекторов и никаких противотуманных фар для этих лампочек. Ну давайте уже перейдем к конструкции, кратко, а потом, чтобы не затягивать, я сразу покажу, как она светит и свои мысли по поводу использования данных лампочек. Первое, ребят, что мне бросилось в глаза, это ее размер. Вы только посмотрите, насколько он компактный, в лампе нет, как говорится, ничего лишнего. Стоит вентилятор, стоит стальной цоколь, что меня очень порадовало, потому что стальные цоколя, они тоньше, как правило, их легче фиксировать в лампах родными защелками, потому что стальные цоколя как раз тоже у обычных галогеновых ламп, и это, в общем-то, огромный плюс. И также смотрите, какая интересная конструкция. Здесь стоит резинка, вот эта резинка как раз позволяет лампу, в общем-то, вращать без, здесь нет никаких фиксаторов, она просто вращается для того, чтобы вы выбрали какое-то оптимальное положение, ну оптимальное положение лампы в фаре. Но сразу скажу, у меня вот это вращение, грубо говоря, я лампу повращал там, ну какого-то эффекта нет и в принципе понятно, что светодиоды здесь, поскольку везде по кругу находятся, соответственно, крути не крути, там большой разницы, как говорится, не будет. Но тем не менее приятно, что это сделано. Также, ребят, никаких драйверов, соответственно, драйвер он встроен именно в саму лампу, это огромный плюс, я уже считаю, в современном мире, вот чем более компактная лампа, тем меньше у нее деталей всяких выступающих, тем проще ее будет ставить. Ребят, когда я ее подключил, чтобы замерить примерное потребление лампы, я офигел, я офигел в том плане, что, ребят, она получается практически одна из самых мощных. Итак, ребят, вот она лампа, смотрите, потребляемый ток какой у него, и эта лампа уже теплая, то есть на холодную он еще выше, 2.32, он, конечно, немножко упадет, но не сильно, ребят, это говорит о том, что, ребят, эта лампа крайне мощная, у меня есть некоторые вопросы к охлаждению данной лампы. Вентилятор работает, но как-то обороты такие, либо он очень качественный и тихий, но я слышал, что многие лампы вводят просто, вот прям у них вентиляторы вводят при работе, здесь довольно-таки тихо это все происходит. Вот, потребляемый ток снижается, но не сильно, скажем так. И могу смело сказать, что это, ребята, одна из самых мощных ламп. Тем интереснее, в принципе, будет поставить ее фару и посмотреть, сможем ли мы все-таки вот уйти от основного недостатка светодиодных ламп в линзе, а кто не понял, что это за недостаток, я повторюсь. Основная проблема светодиодных ламп классической конструкции при установке в линзу, это отсутствие яркого пятна в центре. Если с галогенкой мы видим, наоборот, яркое пятно в центре и уменьшение освещенности по краям, то в данном случае мы видим обратную ситуацию при использовании светодиодных ламп. По краям у нас освещенность увеличивается, а в центре она зачастую где-то в два раза даже снижается по сравнению с галогенкой. Вот именно поэтому я светодиодные лампы в линзу стараюсь не рекомендовать, потому что я понимаю, что да, человек получает более широкий пучок у него, как бы угол освещения увеличивается, но в центре, ребят, в центре, вот именно на дороге, там получается света действительно меньше даже по сравнению с обычной галогенкой. Поэтому, собственно, вот эти лампы мне и были интересны, поэтому подписчики, кто в теме, те и стали скидывать мне ссылки на подобные лампы. Ну и сразу, если кто не понял, почему такой эффект, эффект это связан с тем, что, повторюсь, светодиодные чипы в обычной лампе расположены по сторонам. Соответственно, светят они исключительно в сторону, в левую сторону, в правую. Вверх и вниз освещения нет, потому что чипы именно по бокам печатной платы. Соответственно, большая часть идет на боковые части отражателей линзы, и, соответственно, засвечивают именно боковые зоны светового пучка. Вверх и низ, соответственно, отвечают за центр, и вот в этом плане у нас освещенность ухудшается. И вроде как, вот эти лампы как раз и разработаны для того, чтобы этот недостаток светодиодных ламп в линзе исправить. Соответственно, давайте сейчас поставим данные лампы в линзу, сравним, как это светит по сравнению с галогенкой, и сделаем уже окончательные выводы. И сейчас, ребята, вы видите на экране, как я ставил данные лампы в линзованную фару Kia Sportage. Там как раз стоит монолинза, то есть цоколь H7 без дальнего света, то есть классический вариант линз, который как бы на большинстве автомобилей и стоит. Сразу скажу, ребята, если у вас линза не под H7, а под H11, под HB3, там под HB4. Ну, вы как бы не долбите меня там в комментариях по поводу, а как это будет светить на других цоколях, ребята, точно так же. Сама вот эта форма вот этого цоколя, она принципиально влияние никак не оказывает. Поэтому эти же все результаты, соответственно, для лампы H7 будут справедливы и для лампы H11, и для лампы HB4, и для лампы HB3, установленных в линзу. С этим, надеюсь, понятно. Давайте смотреть, что получилось. А получилось, ребята, у нас вот какая ситуация. Сейчас вы видите, как я бегаю с люксметром, соответственно, делаю замеры по всей ширине светового пучка. И мы, в принципе, видим, даже на сравнительных фотографиях уже видно, что по краям опять есть прирост, значительный прирост освещенности по сравнению с галогенкой. То есть, с этой точки зрения там опять все хорошо, и, соответственно, эта лампа действительно будет улучшать вам свет. Но в центре, ребята, в центре опять не хватает света. По крайней мере, люксметр говорит о том, что там света меньше, чем от галогенки. И если в целом взять температуру по больнице, мы добились того, что лампа эквивалентна, в общем-то, галогенке от Осром, обыкновенной галогенке, то в центре все же есть провал. Это говорит о том, что надо работать дальше над разработкой более эффективной конструкции лампы, чем есть на данный момент. Возможно, часть светодиодных чипов здесь не нужна, возможно, та, которая будет светить именно на нижнюю часть линзы, отражателя линзы. Там та часть, которая перекрыта, в общем-то, шторкой. Ну, возможно, надо как-то поменять расположение, может быть, еще что-то. Потому что хочется, ребята, конечно, чтобы результат вот по люксметру был хотя бы не хуже, чем от обычной галогенки. Да, я понимаю, здесь уже есть такие моменты, многие скажут, да, блин, нормально она будет светить туда-сюда. В том плане, что белый свет, он глазом воспринимается лучше, чем желтый. Соответственно, в сухую погоду будет казаться, что еще как бы и неплохо. Тем более, боковые зоны явно будут освещены лучше для тех, кто боится, что там оттуда побежит слева лось, справа кабан. И как бы, чтобы это увидеть, да, это действительно эффект. Есть улучшение света по краям, но в центре все же, как говорится, хотелось бы еще лучше. Поэтому, после вот всех тестов, замеров и моих экспериментов с этой лампой, резюмирую. Рекомендовать вам сказать, что, ребята, вот эта лампа решит все ваши проблемы, я, к сожалению, не могу. Я могу и только рекомендовать тем, кому хочется реально, чтобы у него вместо желтых фар свет был белый и фары светили белым. И он готов немного там в центре, да, реально потерять. Как говорится, больше понты, вот ради понтов можно, ради красоты можно, ради света, и вот так сказать, мне подписаться под то, что, ребята, она будет прям, лампа вообще огонь, как говорится, ставьте, света будет больше. Я не могу, я видел замеры, вы видите замеры, вы видите графики, соответственно, это все на любителя. И более того, у меня вопросы, касаемо данных ламп, касаемо их долговечности. Потому что, ребята, такая миниатюрная конструкция, вот она действительно крайне миниатюрная, потребляет эта лампа огу-гу, она потребляет больше, чем практически все лампы, которые я тестировал. И вот это сосредоточение чипов прямо на одном конце, скажем так, который каждый из этих чипов, там, по-моему, их 16 всего, выделяет тепло. У меня есть большие-большие вопросы, вот именно касаемо долговечности данных ламп. Второй момент, вот это же светораспределение лампы на 360 градусов, оно намекает на то, что эти лампы очень хорошо могут светить в, где? В дальнем свете, в том же рефлекторе, но в дальнем свете. Почему в дальнем? Потому что там не нужна никакая СТГ, там, наоборот, нужен пучок, который будет бить во все стороны и более-менее равномерно. И лампы, ребята, классической конструкции, там как раз с дальним светом были проблемы, меня постоянно просят порекомендовать лампы для дальнего света, и я светодиодные. Я отказывался многим давать рекомендации, потому что зачастую, когда ставишь классические лампы, там получается вот световой поток в виде вот таких вот крестов, то есть ярко освещенных зон, крест-накрест. И, грубо говоря, не пойми чего. Хотя светить она должна как таким шаром, таким концентрированным, то есть концентрированной такой точкой, из которой расходится свет. Это вот правильный пучок именно дальнего света. И вот эти лампы, у меня есть основания, что они могут неплохо послужить именно в дальнем свете. Зачем они вам могут быть нужны в дальнем свете? Правильно, ребят, тот факт, когда вы озаботились восстановлением своих фар и сделали все по уму, то есть поменяли линзы. Не стали в них ставить лампочки. Да, заплатили деньги гораздо больше за работу, за сами линзы. Но вы сделали все грамотно и у вас появились, допустим, либо светодиодные линзы, либо ксеноновые. В ближнем свете STG у вас отличная, все отлично. Поскольку линза бидиодная, либо биксеноновая, у вас вместо двух дальних, соответственно, стало дальних четыре. Потому что в линзе у вас появился тоже дальний свет. И теперь у вас как бы включается белый свет, ксеноновый, либо светодиодный. И рядом включается желтый свет. И вот этот желтый свет вам не нравится, вы говорите мне, просите в личку в ВК пишите, посоветуй мне лампы, чтобы не было вот этого желтого цвета на фоне белого. Хочу, чтобы все было белым. И вот эти лампы как раз туда, в общем-то, могут пойти. Давайте сейчас поставим, посмотрим именно в дальний свет. На фары от Sportage как раз тоже стоит цоколь H7 и дальний свет проверим там. Итак, ребят, сейчас поставил дальний свет уже в рефлекторную секцию лампу H7. Сейчас покажу вам, как должен светить дальний свет. Вот он дальний свет без каких-то четких светотеневых границ. Основная его задача бить как можно дальше вперед. Для этого дальний свет должен иметь форму пучка с яркостью в центре и равномерно расходящийся во все стороны уменьшающейся яркостью. То есть, грубо говоря, форма такого яркого шара. Вот это, если мы ацетодиодные лампы добиваемся похожего результата, соответственно, тогда лампа для дальнего света максимально пригодна. Давайте, ребят, сейчас поставим лампу и сравним пучок ацетодиодной лампы с вот этим галогеновым пучком дальнего света от галогенки. И, ребят, что мы видим? Мы видим практически идеальный дальний свет. Да, пучок стал чуть шире, но мы видим вот практически полную копию по светораспределению как от обычной галогенки. Поэтому, повторюсь, вот эти лампы, они, по крайней мере, по моим экспериментам, максимально подходят именно для дальнего света. Потому что получить такой дальний свет на светодиодных лампах обычной конструкции было невозможно. Там, как правило, происходили вот такие вот кресты, которые при езде дальним, как говорится, комфорта не добавляли. А вот это, вот этот, светораспределение, практически идеально именно для дальнего света. Более того, режим дальнего света, он все же не постоянный. Соответственно, есть гораздо больше вероятность, что эти лампы будут служить долго. Потому что все-таки это режим включил-выключил для большинства. Ну, есть, конечно, люди, которые постоянно на дальнем где-то катаются. Но большинство все же дальний не использует настолько, чтобы по 20 минут ехать на дальнем, или по 30 минут. Поэтому, с точки зрения дальнего, да, вроде как маст хэв. Мне понравился, по крайней мере, фаре от спортика. Касаемо ближнего, ребят, здесь все-таки есть нюансы. Я всем однозначно ее не порекомендую, только если, ребят, прям вот реально хочется белый свет. Любой ценой, и этот вариант плюс-минус под него подходит. Да, ребят, забыл отметить очень важный факт. Лампы эти, по ссылке можете перейти и посмотреть. Они есть на 4300 кельнов, есть на 6000 кельнов. Я выбрал на 4300, то есть у этой лампы более теплый свет, чем у 6000 ламп. И чем у большинства светодиодных ламп. Я это сознательно выбрал, потому что мне интересно было протестировать именно лампы с более теплым светом. Но если вы, соответственно, хотите все же, чтобы у вас был более холодный свет в тон к вашим линзам, которые были, допустим, перед этим установлены, то можете выбрать именно на 6000 кельнов. При заказе такая опция выбора есть. В принципе, ребята, можете скидывать еще ссылки на интересные, с вашей точки зрения, лампы в комментариях. Я их буду периодически заказывать, смотреть, соответственно, делать по ним вот такие вот обзоры, чтобы посмотреть, как реально светят фары, как реально светят лампы в фарах, собственно, обычных автомобилях. А не как они светят у продавцов на картинках. Поэтому, ребята, если информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, вы не узнали ничего нового. Ничего страшного, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео. Ну и, ребята, для самых внимательных, кто досмотрел до конца видео, давайте бонус. Покажу, как светит данная лампа в сравнении с оптимовской линзой. Линза светодиодная, Optima Professional, она не самая яркая, но, в принципе, некое сравнение вы уже, наверное, сможете сделать. Включаю. Итак, ребята, баланс белого немножко поправил, в плане того, что между этими лампами разница достаточно большая. Это под 4300, это, наверное, 5 или 5500. Итак, вот. Ну, как мы видим, здесь, конечно, линза без стекла. А здесь со стеклом, да, она будет светить слабее, но все равно, ребята, линза это линза. Сейчас, может быть, вот так вам будет более наглядно покажу. Вот примерно уровень отличий между светодиодными линзами и лампами, установленными в линзу. Да, имеет место еще, конечно, стекло, но все же и я думаю, что вы понимаете, что линзы это гораздо более эффективное с точки зрения света устройство. Спасибо. 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 Спасибо.